Эту игру ждали абсолютно все шесть лет. И моя соседка снизу, Лариса Кузьминишна, бабуля неопределённого возраста, которая последние полгода неизменно встречала меня у подъезда вопросом «А когда это наша всё сидушка, мэр выпустит уже Циву?» И гаишник Петренко, который периодически прячется за поворотом моей улицы и близ лежащего переулка, останавливал меня, краснел и спрашивал «А может она уже вышла, а ты просто не знаешь?» И даже национальное телевидение в программе «Вести с полей» каждую неделю с кислой миной объявляли «Ещё нет, но уже скоро». И вот 21 октября планету накрыл праздник. Радуются все, от дворников до психиатров, от борцов до продавщиц кваса. Сид Мэрс Цивилизейшн 6 вышла, и мне есть, что вам по этому поводу рассказать. «Сы-ы-ы-ы-ы-ы-ы» Ой, прошу прощения, не та музыка. Прошка, Прошка и Тить, Калатит, ты мне эту музыку принёс. Другую бобину тащи, это ты с Ведьмаком притащила. Только калинку-малинку давай. Да, да, калинку-малинку, потому что шестая цилла без калинки-малинки, это не то, не то. Всем привет, вы слышите Лешу Халецкого, и это обзор шестой цивилизации. Наигравшись и в сетевые игры, и против компьютера, я могу сказать, что нас все-таки обманули. Это не новая игра, а дополнение к пятой части. Вот серьезно, мною Сидмер Сивилизейшн 6 воспринимается как аддон типа Brave New World, потому что по-хорошему здесь ровно два с половиной нововведения. Это районы, это культурное дерево цивиков, и за половину я считаю систему передвижения юнитов. Я думаю, многие сейчас начнут мне возражать, мол, как же там еще ученые, шпионы, и т.д., и т.п., но это не нововведение, я вам дальше объясню почему. В принципе, такой результат можно было предсказать, когда за разработку новой серии взялся Эд Бич, тот человек, который был ответственен за дополнение Gods and Kings и Brave New World предыдущей части, и в общем-то, поэтому мы и получили не новую игру, а дополнение. Но давайте по порядку. Во-первых, я хочу вам зачитать одну рецензию. Потенциал Цивилизейшн огромен, но пока по ряду причин остается нераскрытым. Главные причины три. Чудовищный интерфейс, недоделанный искусственный интеллект, особенно дипломатический, и кривой баланс. Местами не очень читаемая графика. Ну и куча мелких недоделок. Конец цитаты. Я думаю, многие, слушая это сейчас, качали головой, да, все это есть в шестой Циве, но прикол в том, что это рецензия на пятую. Я специально пошел в этот ваш интернет, понаходил все рецензии на пятую Циву. Вы не представляете, насколько они похожи на теперешнее состояние дел с шестой Цивой. Я вам реально зачитал вот сейчас рецензию на пятую. Можете сами провести эксперимент. Пятая Цивилизация вышла 24 сентября 2010 года. Вот отсортируйте все рецензии за конец 2010 года, и вы удивитесь, насколько претензии рецензентов схожи. Это просто поразительно, как Фераксис из года в год выпускает игры и делает в них одни и те же ошибки, как будто специально. Вообще, у меня складывается впечатление, что у Фераксис нету отдела тестирования вообще в принципе. Иначе невозможно объяснить, каким образом в игру попадают такие странные баги, как отсутствие упоминания того, что вы построили в этом городе. Нам почему-то сообщают, что вы построили в позапрошлый раз. Этот замечательный баг или глюк или недоработка с окончанием работы торгового пути, и нам не пишут, куда этот торговый путь в прошлый раз бегал. Это вообще повторяется из игры в игру. Это было и в Brave New World, когда вышло дополнение с караванами, это было и в Beyond Earth, когда это вышла игра, и вот сейчас в шестой Циви. Но это же все видно, вот тебе достаточно один раз сыграть, пару ходов сделать буквально, и ты видишь уже эти все проблемы. Это даже мелочь по сравнению с недоработками баланса. Ты вот прям сразу играешь и видишь, что есть проблема. Почему это не исправляется? Да потому что у Firaxis, похоже, нет команды тестировщиков. А разработчики, они сами по себе немножко на другое обращают внимание, поэтому и не исправляют все это. Ладно, давайте обратимся к новшествам. Самое главное нововведение в шестой цивилизации, это, конечно, районы. Многие почему-то считают, что, мол, идея позаимствована из других игр, что вот там Manless Legend есть районы. Но на самом деле она очень оригинальна. То есть взяли город из пятой цивилизации и как такую апельсинку ее распотрошили на дольке, которая теперь находится вокруг центра, и каждая долька что-то делает отдельно. Я всегда говорил, что все идеи вот такие необычные, они очень просты сами по себе. То есть по-хорошему, по сравнению с пятой циви, в основном-то ничего и не изменилось. Мы как в пятой цивилизации строили, и там нам надо было по очереди все здания на науку построить. Мы не могли отдельно научную лабораторию без библиотеки построить. Правильно? Нам сначала библиотека, университет, научная лаборатория. Это все здания на науку. Потом здания на производство. Мастерская, фабрика и все, по-моему. А, нет, еще можно было всякие ГЭС, АЭС строить. Ну и, видимо, в Фераксис подумали, почему бы просто все эти здания, раз они у нас так специализированы, не вынести в специализированные районы? И на это еще замкнуть систему со специалистами. То есть если у вас горожанин будет обрабатывать район, значит он будет еще давать очки великих людей. То бишь становиться тем самым специалистом, как в предыдущих частях игр. И тут появляется просто масса всяких стратегических вариантов. Вам надо понять не просто где город поставить, не просто центр города, но и заранее продумывать расположение районов. Плюс соседство районов дает определенные бонусы. Плюс районы влияют на другие города. Ну не все, конечно, но все-таки. Соседство с чудесами некоторым районам дает бонусы. В общем, очень-очень много вариантов. И хотя поначалу кажется, что может быть это все замудрено, на самом деле нет. Все довольно просто. Очень быстро лично мной схватывается. И выглядит логично, что самое главное. То есть нет ощущения, что это такая надуманная сложность. Зачем-то это все всунули. Да, есть более главные районы. То есть не смотря на то, что заявлено 12 районов. Но, во-первых, вы их все не будете строить. А во-вторых, некоторые из них просто необязательны. Типа аэродрома, например. Или акведука. То есть они не всегда вам нужны. Я уже молчу о том, что примерно две трети игры вам стоит свои районы специализировать. То есть не бездумно во всех городах построить только научные районы. А именно смотреть, что вот этот город будет науку давать. Вот этот у меня будут деньги давать. Вот это производство. Тем более на это влияет и ограниченная возможность строительства районов от числа жителей. Каждый новый район доступен после трех новых жителей. Правда, тут в более выигрышном положении оказываются нации с уникальными своими районами. Потому что их можно вне очереди строить. Поэтому, опять же, тут появляется некий дисбаланс, по-моему. Особенно это касается Германии. У нее мало что свой уникальный район Ганза производственный. Так еще и особенность нации в том, что она может вне очереди один район построить. То есть, грубо говоря, два лишних района у всех городов Германии есть. По-моему, это очень крутой бонус. Но даже если мы берем любые другие нации с уникальными районами, считайте, у них по одному лишнему району возможно. Тем не менее, вот эта вывернутость одноклеточного города из пятой цивилизации в такую вот апельсинку дала много и стратегических, и тактических вариантов. И действительно освежила игру. Другое нововведение это появление вот такого культурного дерева технологий. АК цивиков, то есть теперь культура играет намного более важную роль. Правда, к сожалению, все-таки все юниты так и остались в научном дереве. То есть у вас не получится побеждать, делая упор на культуру и ничего не вкладывая в науку. Я считаю, это не совсем все-таки правильно. Но, возможно, тут был вопрос баланса. Наверное, как-то разработчики это проверяли. Мне все-таки видится, что в шестой цивилизации на данный момент научное дерево все равно намного более важно, чем культурное. Но, опять же, ждем патчи, это все будет меняться. А вот сама система того, что вы постоянно можете менять и правительство, и бонусы, которые правительство вам дает. При открытии каждого нового цивика вы получаете всякие разные такие карточки с бонусами, можете их варьировать, добавлять, менять. У некоторых наций есть бонусы именно к этим правительственным штукам. И это, опять же, дает большой простор для игры. В всяком случае, по сравнению с предыдущей частью, где ты, бедняга, пошел по воле, и все, и у тебя нет никаких вариантов. Вот ты, как привязанный к этому столбу, обязан делать определенные вещи. Тут же у тебя очень большой простор для вариантов. И, согласитесь, это даже исторически более верно, потому что никакая нация никогда не привязывалась к какому-то к одному пути развития. Как бы нам не пытались про духовные скрепы напеть, но Перун и Ярила, я думаю, могут товарищу Кириллу объяснить, что он не совсем прав. То есть, создатели шестой серии поняли, что игрокам надо давать большую свободу, большее разнообразие. Да, со временем будут находиться более крутые карточки для социальных институтов, какими-то не будут пользоваться, какими-то будут пользоваться, но для этого и есть патчи, чтобы найти баланс и все это поправить. Самое главное, вот у меня по ощущениям, это все дает действительно оригинальные пути развития. То есть, нас всех не загоняют вот в это, кто первый по науке, у кого больше производства, то ты классный. Потому что тут есть возможность заменить, например, производство верой. У тебя нету производства, зато много веры, и ты можешь таким образом довольно много юнитов за веру покупать. Причем это все будет работать в течение всей игры, а не только там до индустриализации, как в пятой. Отстаешь по науке, но есть культура, ты можешь принимать более выгодные социальные политики и пойти показать Кузькину мать этому чуваку, который там в науке тебя опережает. Ну и половинка еще из тех двух с половиной нововведений шестой серии, о которой я говорил, это система передвижения юнитов. Но половинкой я ее называю просто потому, что на самом деле это во многих играх уже реализовано. Другое дело, что она ни разу не была реализована в играх один юнит на один тайл. Это вот важно, то есть привнесло все-таки определенные новые ощущения в цивилизацию. Но прямо уж таким нововведением, супер новым, супер офигенным я бы это не назвал. Просто, наконец-то, давно было пора это сделать. Вот сейчас у меня, например, перемещение в пятой цивилизации ощущается как некий баг такой. Ну и к другим типа новшествам, которые есть в шестой цивилизации, на самом деле это не так. Во-первых, вот система великих людей, да? Визита полностью из Сид Мэрс Колонизейшн. Там такая же фигня, собственно, накапливались колокола, и вы за счет этого покупали великих людей. Другое дело, я не считаю, что разработчиков надо обвинять или ставить им в укор, что они откуда-то берут другие идеи. Это правильно. Если идея хорошая, если она работает, если она интересная, и если у вас нет возможности ничего другого придумать, то используйте. Это, во всяком случае, намного лучше, по моему мнению, чем то, что было в пятерке. Интереснее. Во-первых, ты видишь всех великих людей, они всем доступны, у тебя появляется опять же соревновательность за них. Другое дело, что опять есть вопросы баланса, потому что некоторые великие люди очень крутые, а некоторые просто местами бесполезны. Это есть, да, действительно. Но будет правиться, будет правиться патчами. А вот именно система такая, когда вы соревнуетесь за великого человека, и опять же можете играть через великих людей. Кто-то может вообще без них играть, кому-то там не нужны великие люди определенной специальности. Это да. Но вариативность опять же появляется. Дальше. Система шпионов и система караванов полностью взята из Beyond Earth. То есть в этом нету ничего нового. Но выглядит это все лучше, чем в пятой, опять же, цивилизации. Правильно, что они оттуда эту систему привнесли. Кроме того, они немножко доработали, например, те же караваны. Их не так много, как было в Beyond Earth. Где просто ты задалбываешься ими всеми управлять, кидаешь на самотек. Здесь же, ну, грубо говоря, каждый город может генерировать от одного до двух караванов. Так как вам городов особо много все-таки не получится поставить в шестерке. И то, чтобы город караван отправлял, вам надо два района построить. То есть коммерческий район и гавань. Это на море. То обычно вот у меня в играх, ну, естественно, там еще социальные политики добавляют. Ну, вот я играл, у меня, ну, максимум 12-14 было. Максимум. И они не особо напрягают. Ты примерно представляешь, куда тебе надо отправлять. Зато, опять же, вариантов использования караванов очень много. Ну, главное отличие все-таки от предыдущей серии объясню. Если до этого, чтобы получать бонус внутри своих городов, например, вы хотите, чтобы ваша столица быстрее росла, то вам надо было в нее отправить караван. И он приносил либо еду, либо производство. То в новой серии вы должны из этого города отправлять. И он сразу будет приносить и еду, и производство. Но в зависимости от того, что построено в тех городах, куда вы отправляете. Он там может еще и деньги приносить, кстати, внутри тоже вашей страны. Но для этого, там, опять же, социальные институты надо принимать, кое-что открывать. Если вы отправляете в иностранные города, то он вам будет приносить именно деньги. Но при этом еще что-то в зависимости от того, какие районы там построены. Вы таким образом, кстати, тоже считаете, кое-что узнаете. И разработчики это специально сделали. Отправляя караваны, вы еще слухи будете получать. То есть караваны выполняют роль этаких собирателей информации плюс к этому. Что все логично. Это все настолько логично, нововведение, что оказалось, почему и раньше до этого не додумались и не внесли в игру. Построен у соперника кампус, значит караван будет науку приносить. Да, там одну, две колбы вход, но тут уже, кстати, вы не можете науку разогнать так круто, как было в пятой цивилизации. Потому что тут вообще нету зданий, дающих какой-то процент к чему-либо. Процент тут только дает хорошее настроение в ваших городах. И это во многом, кстати, тоже похоже на Endless Legend, на серию Endless, потому что там счастье добавляло именно процент к деньгам и науке. В пятой цивилизации у каждого города свое отдельное счастье, но во многом похоже. Опять же мне могут сказать, что прям офигенное нововведение со счастьем, но разницы особо и нету, если уж так прямо говорить. То есть каждый ресурс счастья работает на четыре города. Причем там, ну, есть разница в подходах, в том плане, что если, например, у вас пять городов, то на какие четыре города он будет работать? И каждый ход, вот это распределение счастья пересчитывается. Но согласитесь, какая вот разница, если уж так честно говорить? Либо вам ресурс роскоши в пятой цивилизации давал четыре счастья просто на всех, либо тут по одному счастью каждому городу, ну, на четыре города. Это просто такая унификация, более правильное распределение, что ли, становится. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, если вы знаете более оптимальный маршрут, нежели предлагает 2GIS, то специально для вас в приложении есть кнопка «Знаю маршрут лучше». Рассказывайте, и разработчики все проверят. А если вы еще не пользуетесь этим приложением, то заходите на 2GIS.ru и скачивайте совершенно бесплатно под вашу платформу. Ну, или пользуйтесь онлайн. 2GIS, если быть точным. Вот что действительно более-менее новое, это жилье. То есть теперь для роста города вам надо следить за двумя параметрами, а не только за счастьем. Чтобы вам хватало жилья и чтобы вам хватало счастья. Кстати, наверное, я неправильно постоянно говорю «счастье», потому что в игре оно называется «удобство», «amenities» по-английски. Но я уже привык, я думаю, что все равно все будут дальше все равно это называть «счастьем». И система в игре проста. Каждый житель требует одно жилье, и каждые 2 жителя требуют одно удобство. Вот исходя из этого, постоянно у вас город растет. При этом параметр счастья намного более важен в каждом городе. Потому что если вы превысили, у вас стало в городе несчастье, то вы получаете штрафы вообще ко всему. Если наоборот у вас много счастья, там есть разделение по всяким параметрам тоже. Я лучше дальше буду гайды делать как-нибудь, да, прям объяснять. Но там опять же плюсы вот в процентном соотношении, как я вам и говорил, ко всему. А если несчастье, то наоборот минусы в процентном ко всему. Зато если у вас нехватка жилья, то у вас просто город либо медленно растет, либо практически не растет. Так что очень важно следить именно за количеством ресурсов роскоши. Но тем не менее, по-хорошему, когда ты во все это въезжаешь, особой разницы с тем, что было в предыдущей серии, ты не видишь. Просто, ну да, ощущение, что более правильно стало, более логично это все. Но новизны ты все равно не ощущаешь. То есть Эд Бич реально сделал нам дополнение к Пятой Циви. Вот если бы это все вышло еще и на прошлом движке, и просто как новое дополнение под названием Districts and Civics, например, да, было бы абсолютно то же самое в Пятой Циви. Да, тут новый движок. Новый движок, все выглядит более четко, ну в высоком разрешении. Мне вообще непонятно, честно говоря, почему люди предъявляют претензии к графике Шестой Цивилизации. Вот, по-моему, она настолько похожа на Пятую, вот, ну, блин, стилистика практически одна и та же. Вот я смотрю на Пятую, на Шестую, просто Шестая такая более уже современная, если хотите. При этом, да, есть, опять же, много проблем с отображением, но у меня вот полное чувство дежавю, потому что в Пятерке все было то же самое. Вы, видимо, не помните, но там с патчами меняли отображение рек, меняли отображение джунглей, то есть не нравилось людям. И здесь, я уверен, будут менять, как горы выглядят, потому что они плохо заметны на этой карте. Еще вот мне в одной сетевой игре соперник очень верно мыслью подсказал, почему ему не нравится Туман Войны в этой игре. Потому что он слишком похож на основную карту, ты не видишь границы, отличия. То есть вот сама идея, что это такая рисованная карта, она нормальная на самом деле. Но люди не понимают, где заканчивается обычная карта и начинается Туман Войны, вот в этом проблема. Но уже даже сейчас куча модов в мастерской Стима появилась, это все меняется, это все можете заменять. Я думаю, что опять же, повторю, патчи будут выходить, это все будут менять. Это не то, ради чего стоит игру критиковать. А вот ради чего стоит, это опять откровенно слабый синглплеер, то есть одиночная игра. Но это уже длится давненько, даже начиная с пятой цивы. Я считаю, вот четвертая цива, четвертая цивилизация, это последняя игра от Фераксис, в которую было реально сложно играть. То есть там был искусственный интеллект более-менее на уровне. Дальше такое ощущение, что они его просто не обучают новым механикам. В пятой цивилизации он долгое время не понимал вот этого, один юнит натайл, не понимал, как по гексам лучше бегать. И к нынешнему моменту в пятой цивилизации он, конечно, по умнее немного стал, но все равно тупой, как валенок. В шестой цивилизации это все вернулось, то есть опять, видимо, его будут долгое время патчами обучать. А вы сами все видели в моей серии про первую самую игру на последнем уровне сложности. Я считаю, что если вы выпускаете новую игру и в нее сразу можно победить на последнем уровне сложности, то в игре что-то не так явно. Причем победить без всяких использований багов, потому что люди выкладывали видео, когда они там ходили, вырубали лес, да, вот это вот все, продавали юнитов. То есть тут есть много проблем, конкретно багов, которые люди начинают использовать. Это я не про это говорю, а конкретно вот стратегически, то есть играя, причем мало что соображая в игре, но ты побеждаешь на последнем уровне сложности. Это не дело совершенно. Дипломатия, в принципе, тут вот у меня неоднозначная оценка. Дело в том, что как дипломатия, опять же, против компьютера, она в некотором роде осталась на том же уровне. Зато она преобразилась в мультиплеере, потому что теперь, если ты дружишь с соседом, а дружишь там посольство отправляешь, караваны отправляешь, меняешься всякими делами, то у тебя с ним та же самая улыбка появляется. Да, ты ему можешь объявить войну в любой момент, но ты получаешь такой жирный штраф по счастью, что война тебе не в радость становится. Если ты у нее еще пару городов захватишь, то ты штраф к своему развитию получаешь такой, что прям лучше не воевать. Они наконец-то это реализовали. То есть тут невозможно будет, что ты дружишь с оппонентом, и вдруг тебе не понравилось, что вот тут скаут около тебя ходит. Вот как у нас в прошлой цивилизации было. Говоришь, а ну-ка убери ли я тебе войну объявлю, или там не селись вот там, иначе я тебе войну объявлю, да, я тебе там вынесу. И никаких штрафов за это не было по-хорошему. Ну просто соперник думал, что ты сволочь такая. А теперь не, пожалуйста, объявляй войну, но ты получишь такие проблемы с развитием дальше, что надо подумать, прежде чем вот всякие такие угрозы кидать. А если ты все-таки реально хочешь объявлять войну, то тебе сначала надо оскорбить соперника, то есть понизить отношения с ним. Либо открыть в цивиках, по-моему, потому что, по-моему, в технологиях нету, всякие поводы для объявления войны. То есть, например, если вы в нормальных отношениях, но он ходит в ваши города, обращает свою религию, а у вас есть своя, то у вас появляется повод для объявления войны. Значит, у вас уже вот этот штраф к несчастью, там, это усталость от войны называется, будет намного меньше. И это действительно классное нововведение для мультиплеера, когда ты играешь с живыми людьми. Но с компьютером на данный момент ничего в дипломатии сверхоригинального не ощущаешь. Вот прям впечатление, что все та же пятая цива, несмотря на эти введения их исторических целей, то есть они там по-разному себя ведут, но это все, знаете, так, ну прикольно, да, ну и что? К тому же сам интерфейс дипломатии опять сделан каким-то, знаете, таким вязким. То есть я хочу поменять количество золота, которое я требую, но это такое ощущение, что вот прям мышка прилипает к этому окошку. Вот сложно объяснить, но прям вот не хочется дипломатии заниматься внутри игры. Я не знаю, почему так все это сделано, но это, кстати, повторяется из пятой цивы там точно так же. Мне очень все это удобно. Много неочевидных вещей, которые вот прямо... Такое ощущение, что они забыли это внести в игру. Там, например, нам не сообщается, что при открытии определенных технологий фермы начинают переносить больше еды. Для того, чтобы это узнать, надо навести мышкой на технологию, там всплывет подсказка, и только тогда вы об этом узнаете. В самой технологии нету никакой иконки об этом сообщающей, ничего. Непонятно, куда будет... какие клетки будет захватывать город. Это вообще у меня, по-моему, самый частый вопрос сейчас у меня в комментариях. Как это увидеть? Да никак. Разработчики это не внесли в игру. Догадайся сам. Хотя вещь настолько очевидная, прям диву даешься. Нету финального мультика в конце игры. Я имею в виду тот, когда вам карту показывают ваших... то, что происходило. Но самое прикольное, опять же повторю, все то же самое в пятой циве было. Тоже не было вот этого финального мультика с картой. Потом только патчами внесли. Нету вот сейчас общего экрана такой дипломатии, чтобы вы можете открыть на одном экране и увидеть всех лидеров. Какие они... какие у вас с ними торговые соглашения. Чем, какими вы люксами с ними торгуете, какими вы можете с ними торговать. Еще сколько у них этих люксов. Вы должны к каждому заходить. А истории торговли вообще нету нигде. Ребята, вы удивитесь, но это и в циве пятой точно так же было. Не было этого экрана, потом внесли. Вот на такое дежавю полнейшее просто по поводу шестой цивы, прям диву даешься. Да, новая механика городов-государств. Возможно, кто-то еще на это обратит внимание. Мол, ты сказал два с половиной, а ведь города-государства совершенно по-другому действуют. Ну, понимаете, эта механика слишком упрощена. Если все остальные новые механики усложнили игру, то есть добавили больше всяких возможностей, то как раз механика с городами-государствами ее упростила. То есть у вас... чем вы можете заниматься с городами-государствами? Только с ними либо воевать, либо посылать туда посланников. Из стратегического такого, то есть чисто выбирать, куда послать посланников. Вот этот город-государство, крут, вот этот нет. Но, опять же, тут появляется дисбаланс. Во-первых, встретили вы в начале научный город, а еще лучше два научных города, вы сразу имеете плюс две науки в начале игры. Не слишком ли круто, как говорится? Или там культурный город, опять же, плюс две культуры. Некоторые города-государства слишком крутые бонусы дают, когда становишься их сюзереном. Но, опять же, будут все править. Тут в плане механики вот жалко, что она упростилась для городов-государств. Введение вдохновений и эврик, то есть когда какие-то ваши действия ускоряют открытие либо технологий, либо социальных политик, тоже идея очень простая и лежащая на поверхности, по-хорошему. И у меня по ощущениям, я сначала боялся, что это будет несколько дисбалансно, в том плане, что очень быстро игра будет проходить. Нет, это не так. И эти идеи хороши в том плане, что помогают не отставать особо от лидеров тем нациям, у которых там проблемы с наукой или с культурой, наоборот. Вот сыграв несколько сетевых игр, открываешь и видишь, что на самом деле есть люди, у которых там много науки, но они не особо впереди, потому что другие выполняют эврики или там вдохновения и способны с ними соревноваться все равно, потому что не могут все выполнять все вот эти эврики и получать все бонусы. Все равно там у вас там не может быть камни или еще там вы не можете что-то построить или как-то повоевать. Например, одно из вдохновений требует, чтобы вам объявили войну. Но ведь не думаю, что вам так хочется, чтобы вам реально объявляли войну, правда ведь? К минусам еще отнесу раздражающую музыку. Недаром я в начале рецензии упомянул бесконечную «Калинку-малинку». Собственно, играя за Россию, постоянно звучит две разных мелодии, только «Калинка-малинка». Причем в вышедшем саундтреке я увидел, что она просто в аранжировках для разных эр, типа «Калинка-малинка» для древней эпохи, «Калинка-малинка» для средневековья, «Калинка-малинка» для атомной эпохи. И еще мелодия, которую многие, я думаю, узнают «Ра-ра-распутин», «Рашнгрэзислав машин», знаменитую песню «Бонни-эм». Но прикол в том, что на самом деле в «Распутине» продюсер и композитор Бонни-эм Фариан использовал мелодию из турецкой песни «Катибим». И вот мы, играя за Россию, периодически слушаем то «Калинку-малинку», то турецкую песню «Катибим». И эта долбанная, извините меня, «Калинка-малинка» уже через час просто в ушах вязнет. И это касается любой нации в шестой цивилизации. Да, мы для всех по две мелодии, таких заунывных. Там за Рим, по-моему, какая-то скрипка постоянно одинокая пеликой. Боже, это настолько раздражает прямо. Вот мне в пятой цивилизации не нравилась музыка, но она такая очень общая была. Ну, на самом деле она просто там на фоне звучала. Здесь музыка прям в уши лезет, и она вам... Вы действительно ее отключите, я гарантирую. Что еще отметить? Ну, новая графика и новый движок. Многие жалуются, что у них не запускалось, но там надо было просто установить кое-какие библиотеки и прочее. Вот я вам специально сейчас демонстрирую видео шестой цивы с моего старого ноутбука, который был куплен, по-моему, в 2011 году. И тогда он не был топовым, он был средним. В общем-то, на нем шестая цива вполне бодро бегает. Другой вопрос, что даже на современных компьютерах, которые вот топовые по нынешним временам, шестая цивилизация умудряется местами тормозить. А это все значит, что хоть движок, в общем-то, и не требовательный, но не оптимизированный нифига. Я не думаю, что вас это удивляет в свете того, что я уже до этого о шестой циве рассказал, когда тут куча багов и отсутствуют самые элементарные информационные вещи. То, что движок не оптимизированный, я думаю, вас не удивляет. С другой стороны, технически, в принципе, игра выглядит очень хорошо. Она у меня ни разу не вылетала вообще ни на одном из компьютеров. Каких-то графических артефактов я не замечал, так что в этом плане все зашибись. По-моему, похоже, они всех тестеров и технический отдел бросили именно на обеспечение работоспособности игры, потому что пятая цивилизация, опять же, экскурс в историю шестилетней давности, там было много проблем, и вылетала игра, и очень слабо запускалась, там проблемы были действительно. Сетевая игра все-таки оказалась в итоге, что система точно такая же, как и в пятой цивилизации, то есть пер-ту-пер, просто... То есть каждый соединяется с каждым. При этом в лобби нифига не показывает вам пинги, но опять, еще раз, в очередной раз скажу, что в пятой цивилизации было то же самое, пингов не показывало. И много возможностей отсутствует в лобби для хоста, для других игроков, но тем и не менее игра намного стабильнее, и да, появлялось несколько рассинхронов в течение игры, но самое забавное, что этот рассинхрон, например, не для всех игроков действует, а именно только для того, у которого рассинхрон. И вообще, в целом, сетевые игры стали намного-намного стабильнее, и даже в восьмером можно спокойно играть. Правда, когда уже на большее количество человек создаешь игру, нам пишут, что не поддерживается. То есть восьмером это на данный момент максимум. Но вполне возможно создавать игры. Другой вопрос, что все еще есть проблемы с балансом, с масштабируемостью в плане скорости игры. То есть, когда вы играете на самой быстрой скорости, которая теперь называется сетевая, по-английски онлайн, при вырубке леса и при получении урожая от всех ресурсов вам дается столько ресурсов, как на обычной скорости, на стандартной. Как вы понимаете, просто те, кто тестировал игру, каким-то образом проверял, хотя я все еще утверждаю, что ее никто не проверял, забыли внести масштабируемость для ресурсов. Будет все в патчах, я уверен. Можно просто договариваться с соперниками, это все обходить. Так что это небольшая уж так, откровенно говоря, проблема. Главное, что технически намного все стало лучше. На тот момент, когда я делаю этот обзор, например, шестая цивилизация в тройке, в тройке самых играемых игр в стиме на данный момент. На третьем месте. На первом месте только у нас дота и каунтерстрайк. При этом, кстати, пятая цива на десятом месте все еще держится. Но я уверен, что люди будут переходить в шестерку. По той простой причине, что, еще раз повторю, это аддон к пятой. Вот и все. Так спрашивается, смысл играть в пятую, если у вас есть более современная, точно такая же игра, с кое-какими добавленными функциями? Это то же самое, как играть в оригинальную циву, вместо того, чтобы установить аддон Guts and Kings. Или продолжать играть в Guts and Kings, когда вышел Brave New World. Так и здесь, постепенно все будут переходить в шестерку. Никуда от этого не деться. Несомненно, надо сказать несколько слов о локализации. Сделана она отвратительно во всех аспектах. Ну, начну с озвучки. Пятая была очень хороша в этом плане на русском языке, по-моему. Шестая. В шестой вот над английской, например, работал Шон Бин. А в русской, если женский голос еще более-менее, то актер-мужчина настолько без интонации все озвучил. Вот смотрите, вам фрагмент вступительного ролика. Ты снова меняешь курс, правда? Течения меняются каждый миг. Учитывая их, мы достигнем конца наших странствий. Обалденная, да, игра? Нету ощущения ни открытия, ни новых просторов, ни развития цивилизации. Давайте для сравнения посмотрим английскую версию. Есть разница, да? И вот так во всей игре, так как он озвучивает все технологии, то, ну, он реально начинает вот своей вот этой, вот этим ровным голосом очень быстро раздражать. Слава богу, в игре можно отдельно переключать озвучку и текст. Так может, с текстом все нормально? Нет, тоже все ненормально. Во-первых, куча проблем просто с нормальным переводом. Например, заходим в великих людей. Великий ученый с двумя N. Внезапно в том месте, где должен быть великий художник, написано великий торговец. Ну ладно, тут еще хотя бы можно догадаться, хотя, ну, это просто, ну, не знаю, как вот можно было отправлять в продажу игру с такими откровенно дикими ошибками. Вместо «ходят слухи» есть «хотят слухи». Ну, предположим, ладно, это опечатка. Но как объяснить то, что в русской версии отсутствует показатель ваших отношений? То есть вот здесь, в английской, написано, почему у меня плохие отношения с Англией, а в русской это просто отсутствует. И это во многих местах, кстати. То есть ошибки в локализации, которые не дают правильно понимать игру. В некоторых цивиках пропущены проценты. И как видите, обзор я вам делал на английской версии, просто потому что я боюсь пропустить что-то важное. А играя на русской локализации, вы реально можете это что-то пропустить. Очень странный подход вы не находите? Ну что, я не упомянул цивилизации, но единственное, что я могу сказать, их просто мало. Все-таки 19 и плюс один дополнительный лидер, это маловато. Явно, что Фераксис сделали ставку на продажу новых цивилизаций. Так что будем скоро ждать паков, там, 5 новых лидеров и 5 новых наций, что-нибудь типа такого. Да, забыл уточнить, что теперь у наций может быть несколько лидеров. Правда, это реализовано только для Греции пока, но я уверен, что в дальнейшем каждой твари-папарика, так сказать, будет. И, по-моему, это лучший способ зарабатывать денег на игре, чем вырезать какие-то механики, а потом их добавлять в виде новых аддонов, как было с Beyond Earth. В общем, подводя итог и говоря откровенно, у меня к Seedmers Civilization 6 претензия одна. Вместо новой игры нам выпустили аддон или дополнение. А так как это все на новом движке и типа новая игра, то со всеми сопутствующими багами, проблемами и прочим-прочим, которые еще будут лечиться. Стоит ли шестую циву играть? Если вам нравится пятерка, то без сомнения надо переходить в шестую. Возможно, подождать пары патча. Зная Firaxis, первый патч не раньше месяца выйдет. В всяком случае, к другим играм так и было. Если вы только знакомитесь с пошаговыми стратегиями, то шестерка тоже неплохой выбор. В всяком случае, если выбирать между пятеркой и шестеркой, то в шестой части просто больше всего, и она интереснее. Ну а с другой стороны, жалко, конечно, что никакого прорыва и особо новых идей в шестой части не предвидится. Замечательная традиция, когда каждая новая цива была оригинальной игрой, не похожей на предыдущую часть, вот в шестерке прервалась. Плохо это или хорошо решать вам, а я буду в Сидмейр Стивилизейшн 6 играть. На этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Обзор получился действительно огромным. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Кстати, не прошло и двух недель, а цива уже продалась тиражом более чем миллион экземпляров. Напомню, пятая цива за шесть лет разошлась примерно 8 миллионов. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.